Акции, скидки, купоны, кэшбэк, это всё наш любимый Letyshops. Возвращай процент с покупок в интернете, экономь свои деньги. Я за два месяца наэкономил 10 тысяч рублей и тебе советую. По первой ссылке под этим видео, премиум аккаунт в подарок. Всем привет, завод Xiaomi не останавливается и клепает, клепает всё новые и новые модели. Redmi 3, Redmi 3 Pro, Redmi Note 3, Redmi Note 3 Pro, всё это идёт, идёт, идёт. Но Mi 5 так и не выпускают на 128 гигабайт. И поэтому мне в своё время пришла идея, когда я предзаказал Xiaomi Mi 5 на 128 гигабайт, это было два месяца тому назад, примерно через неделю после предзаказа, я подумал, было бы неплохо сравнить Mi 5 и Mi 4, ведь Mi 4 всё-таки был, пожалуй, самой удачной моделью у Xiaomi и положил начало их успешной карьере в сфере электроники, мобилок и всего вот этого. Вот, и можно сказать, именно с этой модели пошла Xiaomi как таковая, именно в том виде, в который мы её знаем сейчас. Но потерял ли он актуальность за те два года, которые мы знаем его на рынке? Стоит ли его покупать в 2016 году? И насколько он лучше или хуже тех моделей, новых моделей, которые повыходили у Xiaomi сейчас? Об этом я расскажу в полном обзоре, а сейчас же я покажу вам просто распаковку, комплектацию и первые впечатления об этом смартфоне. Погнались! Брал я его на гербесте, обошёлся он мне, знаете, во сколько? Вы сейчас вахнете. Обошёлся он мне в 150 долларов. 150 долларов за Xiaomi Mi 4. Представьте себе. Гербест сразу кладёт переходничок, вот это человеческий переходничок, не то что у топуана. Шёл мне обычной почтой, шёл почти полтора месяца, может даже больше. Я уже не думал, что он ко мне придёт. Я думал, всё, не дойдёт, стопудово. На гербест очень много жалоб идёт, в том плане, что они долго отправляют смартфоны. На самом деле это так. Но, не знаю, когда смартфоны уже приходят, у меня никаких жалоб уже нету. Я в полном восторге. И про все свои претензии я забываю. Почему стоят они так дёшево? Всё-таки Mi 4, флагман. На 801-ом драконе. Это тоже, знаете, не бюджетный вариант, при том, что это когда-то был флагман. Почему он стоит так дёшево? Дело в том, что под видом новых продают восстановленные. Видимо, была какая-то партия бракованная. Эту партию после этого отправили на ремонт. Никто не знает наверняка, что было с этими смартфонами, но в любом случае они сейчас восстановлены и работают абсолютно как новые. На них также распространяется гарантия магазина. Так что, покупая восстановленные смартфоны, вы, в принципе, ничем и не рискуете. Несмотря на то, что я могу отнести себя к фанатам Xiaomi, именно модель Mi 4 я как-то прошёл мимо. Не удалось мне в своё время потестировать, потому что было дорого. А сейчас он подешевел, я думаю, а чё нет-то? Ну, возьму. За 150 это огонь аппарат. Не надо никаких Redmi 3, 3 Pro и всякой вот этой чепухи, когда есть Mi 4. Фу, бляха, это глянцевая крышка, как я суню. Я думал, что за хрень на нём наклеена. Не люблю я глянец, честно сказать. Эх, пусть бы говном намажут, лишь бы нормально работал. Ну, смартфон симпатяга, скажу я вам. Хотел сравнить с Mi 4S, но Mi 4S, честно сказать, полный провал. Он мне настолько не понравился, что я даже не захотел его держать у себя, не захотел вообще сравнивать ни с какими другими смартфонами. Я просто его в этот же день после обзора и продал. Дёшево продал. Смотрим, что есть в комплекте. Иголка вместе с инструкцией полностью на китайском языке. Кабель для зарядки синхронизации с компом. Зарядное устройство. 5 Вольт 2 Ампера, 9 Вольт 1,2 Ампера, либо 12 Вольт 1 Ампера. У меня на обзоре младшая версия на 16 ГБ, но с поддержкой всех сетей. Есть ещё на 16 ГБ с поддержкой только китайских сетей. Я её брать не стал, хотя она ещё дешевле. Процессор Snapdragon 801 MSM8974AC с частотой до 2,5 ГГц. 2 ГБ оперативной памяти LPDDR3, Full HD экран размером 5 дюймов и аккумуляторная батарея на 3000 мАч. Так, ну вот, смартфон уже загрузился, мультиязычная прошивка на нём уже стоит, стоят сразу Google сервисы, ничего устанавливать дополнительно не надо, полный набор языков, русский, казахский, украинский, белорусский, любой, какой хотите. Где ж подвох-то, я не понял, Гербец, что за дела? Вы что, мне нормальный телефон, что ли, прислали? Я прям не пойму, в чём дело, где подстава? Xiaomi выпустила для этого смартфона 10-ю винду, и теоретически можно на него эту самую 10-ю винду накатать. Пока я не читал простор 4PDA, точно не знаю, можно это сделать или нет, но если я это сделаю, то я вам покажу, как он на ней работает, но не буду показывать, как это сделать, потому что я не консультирую по прошивкам. Снизу под экраном навигационные клавиши, меню домой-назад, наверху логотип Xiaomi, различные датчики, разговорный динамик и фронтальная камера на 5 Мп. Сзади основная камера на 13 Мп, умеет записывать 4К видео, к сожалению, без оптической стабилизации, отверстие для шумоподавления и светодиодная вспышка. Ниже логотип Xiaomi, снизу два вывода для антенн, разъём microUSB, стандарт USB 2.0, внешний динамик, сверху также две насечки для вывода антенн, но здесь уже расположен инфракрасный порт и отверстие 3.5 для наушников. 801 Дракон я до сих пор считаю одним из лучших вообще процессоров в мобильном мире, который когда-либо был создан руками человека, потому что он и креется нормально, и производительность даже по сегодняшним меркам его достаточно для большинства задач, в том числе и для тяжёлых игр. По сборке никаких претензий нет, собран смартфон на металлической раме, основная камера на 13 мегапикселей. Блин, шустренько работает, смотрите. Сюб, а ну-ка фокус. Раз, эх, мимо. Оп, вот это да. Быстрый. Дерзкий, как пуля резкий. Ну ничего, так прикольно. Снимает он в 4К. Женка до сих пор спит. Для вас, наверное, это до сих пор удивление, потому что вы, наверное, смотрите во второй день. Хотя снимаю-то я в один, всё. Тест фронтальной камеры смартфона Xiaomi Mi 4. Фронталка на 5 мегапикселей. Проверяем качество звукозаписи и как он ориентируется по экспозиции. Напротив окошка. И прям в окошко. Автоматом нет? А по тапу? По тапу тоже не хочет, зараза такая. Пока смартфон очень нравится. Вот прям сразу достал, сразу нравится. Работает шустренько. Русский язык в прошивке есть сразу. Плюс прошивки на него уже все обкатанные. Дофига кастомных прошивок. Шить не перешить. По-моему, если я не ошибаюсь, у него даже разлочен бутлоудер. Но, опять же, я могу ошибаться, пока ещё не проверял. Какой смысл покупать другие смартфоны, если есть Mi 4, в конце концов? Именно об этом мы и поговорим с вами в полном обзоре. А пока у вас есть шанс поставить оценку этому видео, пройти по ссылке в описании и зарегистрироваться в кэшбэк-сервисе letyshops.ru, чтобы больше экономить на своих онлайн-покупках. На этом всё. Всем спасибо за внимание и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok